10 лет на страже здоровья тундровиков. Сегодня в юбилейную рабочую командировку в 10-й раз отправилась команда врачей в рамках медико-социального проекта «Красный чум». Юбилейный рейс взял курс на каратайку, где врачи обследуют порядка 130 человек из кочевого населения, а также жителей каратайки. Два борта доставят 19 специалистов и медсестер на восток округа. Сегодня же они начнут прием пациентов. Традиционно в команде проекта «Красный чум» врачи разных специальностей – невролог, эндокринолог, лор, офтальмолог, хирург, травматолог, педиатр, психиатр, врач УЗИ. Всего 19 человек, которые будут принимать пациентов на протяжении 10 дней. Полное медобследование включает и флюорограмму. Рентгеноборудование со специалистами доставят в каратайку отдельным рейсом. Впервые в этом году тундровиков и местное население обследуют на онкозаболевания и ВИЧ-инфекции. Символично, что борт с врачами отправляется 1 декабря, в день борьбы со СПИДом. Добавили нам забор крови на онкомаркеры и на ВИЧ-исследование. В связи с этим, да, это актуальная тема, это проблема не только в Ненецком автономном округе, но и во всей России. Поэтому департамент предложил, все поддержали. Это уже 10-й масштабный вылет передвижного отряда в отдаленные поселки Ненецкого округа. Многие врачи знают врачей в лицо и спешат к ним на прием. Врачи, в свою очередь, интересуются, выполнены ли их рекомендации. Зачастую жители стойбищ пренебрегают лечением. Потом это оборачивается сложными операциями. Как говорит врач Лор Олег Андреевич, операции на ухо – одни из самых популярных у тундровиков. Постоянные вот эти ветра, постоянно то, что они малят, то скинут с головы, то наденут. Постоянные перепады температур, то, что они молодняк особенно, они бегают там без этих, без шапок. А морозы от них никуда. Поэтому вот особенность такая. Благодаря систематическим обследованиям удается вовремя лечить и не запускать сложные болезни. С 2008 года, когда был запущен проект, полный осмотр специалистов прошли более 6,5 тысяч тундрового населения и жителей отдаленных поселков. Средства на вылет и работу передвижного отряда выделяют округ и недропользователи в рамках соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с администрацией региона. В этом году спонсором выступила компания «Лукоил Севернефтегаз». Предприятие выделило на реализацию проекта около трех миллионов рублей. Во-первых, это очень важный проект с точки зрения социального партнерства, с точки зрения медицинского обеспечения удаленных регионов. Поэтому компания очень тесно сотрудничает с представителями регионального руководства. Спустя 10 лет успешной практики об уникальном опыте сохранения здоровья кочевого населения заговорили на мировом уровне. На сессии постоянного форума ООН по вопросам коренных народов высказано предложение распространить опыт проекта «Красный чум» на все территории проживания коренных народов с неразвитой инфраструктурой здравоохранения. Валентина Чибич, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север».